МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На пятом канале время новостей. Студия Рушан Бараев. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Парк приглашает гостей. В канун Нового года в Центральном парке Караганды готовится к наплыву посетителей. Новогодний патруль, местная полицейская служба ДВД Карагандинской области необычно поздравила горожан с наступающим праздником. Новый год на горной вершине, в лесу или в бане. Как встретить 2017-й, чтобы это запомнилось на всю жизнь? Парк приглашает гостей. В канун Нового года в Центральном месте отдыха карагандинцев и гостей города кипит работа. Все готовится к наплыву посетителей. Что приготовили и чем порадуют в этом году работники Центрального парка, узнавала Ирина Вобещевич. В парке сейчас горячая пора. Многое уже готово, а кое-что еще предстоит сделать к Новому году. Горожане и гости города по традиции устремятся как в новогоднюю ночь, так и в период каникул в это главное место отдыха города, где проведут время на свежем воздухе, используя для здоровья. Все будет супер, будет музыка, новые, закупили новые коньки, чтобы всех размеров, чтобы всем было удобно, всем хватит развлечений. Кроме этого, не только на этой части парка, но на каскадной площади имеются и также катки, два катка и горки. Развлечений полно в парке. Сотрудники парка в этом году проявили фантазию и решили возродить традицию заливки катка вокруг главной елки. Для этого соорудили огромную крепость ледяной городок и почти всю площадь залили водой. Как все замерзнет, в парке будет три катка. Этот и еще три на озере. Восстанавливается старая традиция, как раньше это было. Состоит каток из ледяного забора, посередине елка, как вы видите. Далее будет рядом стоять Дед Мороз и Снегурка ледяные. И знак, символ наступающего года – петух. Петушок уже готов. И сейчас идет активная работа по сооружению Деда Мороза и Снегурочки. Технология сложная. Предварительно делают основу из вырубленных из озера ледяных составляющих. Все это делается изо льда. Очень кропотливая работа, очень сложная работа. Занимаются дизайнеры, художники. Соответственно, очень много людей задействовано на данной работе. Работа очень сложная. И надеемся, что людям, карагандистам и гостям города это понравится. И они сохраняют это все в целости до весны. Каждый год сотрудники парка сталкиваются с актами вандализма. Всегда найдутся те, кто приходит в парк получить удовольствие от порчи ледяных фигур и общественного имущества. Однако в этом году таким дельцам не поздоровятся. На площади и в других частях парка установили видеокамеры. И все происходящее отслеживают сотрудники ЦОУ. Наряд полиции здесь у нас в парке находится. По первому сигналу все будут задержаны. Еще ради чего стоит прийти в парк, это полюбоваться на главную елку. Уникальность ее в том, что она живая. Вернее, состоит из 130 живых сосенок, выращенных специально для Нового года в питомнике. В городе такая диковинка сейчас единственная. В вечернее время эта пушистая красавица засверкает всеми огоньками. И чуть ли не каждый будет стремиться сфотографироваться на ее фоне. В ночное время будет очень елка светиться, будет лазерное шоу, можно сказать так. Потому что лазеры поставим, чтобы эффектно смотрелся каток, и людям было приятно кататься. В каждом уголке парка можно будет найти развлечение. В этом году сооружают пять горок. Все они будут выполнены в единой стилистике. На каскадной площади уже появился ледяной чудо-городок под названием «Зодиак». Новогоднюю ночь можно опраздновать и физически размяться, и покататься на горке. И получить кучу адреналина, удовольствия, радости в снежную зиму. Дорогие карагандинцы и гости города приходите в Новогоднюю ночь в центральный парк. У нас здесь будет очень весело. Будут сработать все катки, все горки, все аттракционы, которые стоят в парке. Будет весело, шумно, с музыкой. И отметим Новый год. Новогодний патруль. Полицейские поздравили карагандинцев с наступающим новым 2017 годом необычным способом. Инспекторы ДПС останавливали прохожих и участников дорожного движения не с целью проверки документов, а для того, чтобы Дед Мороз и Снегурочка поздравили их с праздником и вручили подарки. За реакцией горожан наблюдала наша съемочная группа. Вот тебе вот такая памятка, как вести себя зимой на дороге, как переходить дорогу, как на саночках кататься. В преддверии новогодних праздников вместе с сотрудниками местной полицейской службы ДВД области на охрану общественного порядка и дорожной безопасности заступили Дед Мороз и Снегурочка. В Караганде прошла акция «Новогодний патруль». Цель акции – это снижение детского дорожно-транспортного травматизма, привлечение внимания водителей к ситуации на дорогах, снижение дорожно-транспортных происшествий, а также привлечение внимания детей к соблюдению правил дорожного движения, особенно в каникулярный период. Дед Мороз и Снегурочка и полицейские батальона ДПП заступили на дежурство в экипаж «Автоураган», который в этот день колесил по всему городу. На самых оживленных участках дорог полицейские останавливали автомашины и пешеходов. Удивленным водителям Дед Мороз с внучкой вручали сладкие подарки, светоотражающие ленты и памятки о безопасном поведении на улице. Внучка, пешок есть для меня? Счастье, не помню, уже старое. Старое? Вроде такая молодая, красивая, пожалуйста. С наступающим вас? Счастья, здоровья. Поменьше аварий на трассе. Не соблюдайте правила дорожного движения. Стоит отметить, что акция «Новогодний патруль» проходит по всей Карагандинской области. Сейчас вообще в наше время, мне кажется, такое не встретишь, чтобы на улицах. Так вот остановили детей, подарками наградили. И дети, конечно, довольны, и родители не ожидали. Светлана Фарина, Жанайдар Рахимжанов, Равиль Валеев, 5 канал. Крайне важно знать, по чьим покровительствам будет предстоящий год, чтобы хорошенько подготовиться к его встрече. Тогда все 12 месяцев до следующего Нового года будут проходить весело, непринужденно, щедро одаривая вас подарками судьбы. 28 января 2017 года огненная обезьяна передаст петуху свои полномочия. Десятый по счету знак китайского 12-летнего гороскопа является чуть ли не самым интересным животным во всем восточном календаре. Он яркий и демонстративный, элегантный и общительный. Наступающий 2017 год будет годом яркого или же огненного петуха. А его красный цвет – это цвет любви, влюбленности, пылкости и пристрастия. Так что можно с уверенностью говорить о том, что 2017 год будет насыщенным в романтическом плане. Крепким парам год приходящий сулит возможную свадьбу. Семейные люди возродят былую любовную страсть, а одинокие найдут свои вторые половинки. ПА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-4 Издревле мудрецы считали, что стихия огня олицетворяет непрерывное движение вверх и обладает непревзойденной жизненной энергией, отличается невероятным стремлением к самосовершенствованию и успеху. А в красном огненном цвете отображаются сила, уверенность, а также удача. Поэтому в наступающем году нужно смело отбросить всякое сомнение и отверженно бросаться навстречу новому, не бояться перемен и всевозможных изменений. Батогос Батербеков, Айдо Садыков, Пятый канал. Правее! Нет! Левее! Еще чуть-чуть! Ура! Ура! В Новый год без последствий. Преддверие Нового года – это радостные хлопоты и заботы, а праздник не обходится без обильного застолья. Важно помнить, что все беды от удовольствия. Когда все кругом стараются побольше съесть и выпить, перед соблазном устоять очень сложно. Между тем известно, что переедание становится стрессом, что соленое и жирное необходимо ограничить. Со спиртным нужно быть аккуратным. Все эти знания не впрок. После Нового года приходят, естественно, мы всегда говорим, это постновогодний, постпраздничный синдром. Приходят и с крапивницей, и с самой-самой необычной сыпью, и с отеком к винке. То есть и губа, и нос, и уши, как у слоненка. Все отечное. И все это на фоне того, что просто-напросто наш кишечник, наша поджелудочная железа и наш желудок не выдержали того объема и разнообразия пищи. Специалисты предупреждают, дабы избежать развития проблем со здоровьем после новогодних праздников, не следует переедать, злоупотреблять алкоголем и чистками организма. У горожан же свое мнение на этот счет. Нет, я на что-то не волнуюсь. Меня это устраивает. Это новогодняя ночь, это праздник. Ничего там страшного нет. Соберемся с семьей, потом салюты и вместе салаты будем кушать, манты, самое главное. Курицу, винегрет, много чего. Садимся всем семьей, смотрим новогодние передачи. Еще одним новогодним бичом становится доедание позавчерашнего салата. Хватает шести часов при комнатной температуре и в салате формируются токсины. А если салат простоит еще дольше, то риски интоксикации увеличиваются еще больше. Жирная пища, алкоголь, переедание – все это может спровоцировать проблемы с пищеварением. Ай, какая гадость, какая гадость, это уже заливная рыба. Когда человек потребляет высококалорийную пищу, не двигается, не тратит совершенно энергию. Это же ужасный удар по печени, по поджелудочной железе, это путь к ожирению. Можно провести праздничную ночь без нежелательных последствий для организма, если прислушаться к рекомендациям специалистов. На самом деле задача непростая – выжить после празднования Нового года. Алкоголь, салаты, фейерверки способны серьезно подорвать здоровье даже при наличии самого крепкого организма. До Нового года осталось буквально пару дней, а большинство горожан озадачены выбором подарка. Что подарить, где купить и сколько стоит. На эти вопросы вы найдете ответы в нашем материале. Ни для кого не секрет, что в преддверии Нового года цены на самые востребованные подарки вырастают вдвое, а то и втрое. По сравнению с прошлым годом разница в стоимости презента значительно ощутима. По многочисленным опросам покупателей цена символического подарка не должна превышать 2000 тенге. Но если бюджет располагает, то вполне возможно потратиться, к примеру, на изделия из золота, сувенир высокого качества или парфюм класса люкс. А для ценителей хендмейд есть отличный вариант оригинального сюрприза. Декоративное мыло для мужчин и женщин, эксклюзивные шкатулки, футляры для очков, ключницы с принтом символа предстоящего года. И все это не дороже 4000 тенге. В преддверии Нового года, что у нас, ищут люди подарки, подарки необычные, чтобы они не были такие, скажем, китайские ширпотреб. Каждый желает удивить своего родственника, знакомого, близкого. Естественно, подарки ручной работы пользуются большим спросом. Стоит такой футляр 3500. В этом году появилось очень хорошее мыло для мужчин, потому что у нас всегда проблема, что дарит нашим мужчинам. Хочется что-то также интересное, но и в то же время нужное. Есть вот такое мыло в виде портмоне мужского. У него и аромат парфюм мужской, и подарочная коробка. Так что я думаю, что наши мужчины будут удивлены и очень довольны таким подарком. Для выбора подарка есть сотни различных вариантов, но, как принято считать, лучший – это тот, что сделан своими руками. Диана Рамазанова, Женендар Ахимжанов, Айдос Садыков, 5 канал. Новый год на горной вершине, в лесу или в бане. Как встретить 2017-й, чтобы это запомнилось на всю жизнь? О самых неординарных и экстремальных способах провести новогоднюю ночь расскажет Людмила Батюшкина. Как говорят туристы, для чего они девушек берут походы. Мне, как показать, никогда не замерзнешь. Жаконные природы как-то так работают, что никаких грелок не надо. Турист с почти 30-летним стажем Сергей Жуков показывает самое элементарное устройство зимней палатки. Практический курс выживания зимой. Раскопать яму в снегу или найти естественную, нарастить снежные стенки, закрыть несколькими слоями тента и накидать снега сверху. При условии, если у входа развести костер, палатку сделать пошире и выстроить стенку защиту от ветра, то даже в 30-ти градусный мороз здесь можно чувствовать себя вполне комфортно. Сергей за последние 15 лет где только не встречал Новый год. В горах, в пещерах, в лесу бывало даже в 30-ти градусный мороз. Но больше всего запомнил новогоднюю ночь на чертовом озере Шайтан-Коле в Каркаролинске. Все мерещились голоса парень и девушка. То, что я слышал, парень с девушкой разговаривали, и собака лаяла. И как раз это после взрыва петарды, и после этого уже, когда все вышли, ну, половина вышла на берег, произошел удар сподо льда, и где находился там Коля Воробьев, Старство Небесное, он подпрыгнулся под ударок. Нам говорят, типа, вот на чертовом озере, вы там напились, и, короче, глюки пошли. На самом деле там так вышло, что мы до Нового года выпили на 4 человека за полдня, выпили всего лишь бутылку вина на четверых. Правда, туристы-профессионалы все же не советуют так проводить всю новогоднюю ночь без предварительных тренировок. Для большей компании можно построить эскимосскую хижину-иглу. Ее выкладывают из блоков, которые выпиливают из лежавшегося снега обычной ножовкой. Уже минут через 10 снег смерзается и становится прочным. Кирпичи каждого ряда будем сдвигать внутрь, и, продвигаясь внутрь, они будут заклинивать друг друга, и иглу будет прочно. Еще один способ необычно встретить бой курантов – в бане. У Улана намечается двойной экстрим – в бане на колесах. Он обожает париться и вдвоем с другом переоборудовал в баню списанный карус, и даже получили на него документы в полиции. Корпус утеплили, сделали несколько систем вентиляции и обогрева. Все делали вручную, вплоть до шитья штор. Внутри сделали даже цветомузыку, так что собираются после парилки устроить дискотеку. Тем более, что в бане могут разместиться 10 человек. Новый год – это такой праздник, когда охота что-то новое увидеть в будущем. И все равно мы ждем какого-то чуда. А если это еще и происходит в необычном месте, в бане или на природе, то это, я так думаю, приближает нас к этому чуду. Заряд энергии на весь год. Можно купить билеты на поезд в новогоднюю ночь. Тогда вам будет обеспечен веселый праздник в новой компании. Или просто купить конфеты небольших подарков и отправиться поздравлять людей, которые работают ночью, в ближайший полицейский участок, пожарную часть, скорую помощь или аптеку. Незабываемые впечатления обеспечены, потому что делать добро и дарить подарки даже приятнее, чем принимать их. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Данил Тарасов, Владимир Иванюк, 5 канал. Новогодняя суета – это не только покупка подарков и подготовка семейного застолья. Это еще и отличное время для отдыха. Сейчас полным ходом идут праздничные утренники и различные корпоративы. Антон Александров подготовил обзор культурных мероприятий под Новый год. Празднично украшенный город, яркие вывески и освещенные аллейки – отличное место для прогулок и поднятия настроения. Между тем, индустрия развлечений сейчас предлагает массу вариантов проведения досуга взрослых. Для детей жив театр Станиславского. Три раза в день до 5 января идет новая сказка «Щелкунчик» и новогодняя программа. Все герои, они настоящие, они волшебные. Это кукольное пряничное королевство. Это зимний красивый вариант, на который, мне кажется, можно пойти любому человеку, даже взрослому. Представление у «Ёлки» и сказку «Королевство кривых зеркал» предлагает Театр музыкальной комедии. Четыре раза в день до 7 января включительно. Между тем, Театр Сакена Сифулина представляет чикен-пати возле «Ёлки» и сказку для детей, которые будут проходить до 4 января. «Цирк больших зверей», «Гиганты Африки» и новогоднее представление у «Ёлки» идут в Карагандинском цирке до 15 января. Это уникальная возможность увидеть гигантского носорога, 6-метрового жирафа, суматранских тигров, белых львов и обезьяньи шоу. Главное новогоднее телевидение. Для наших телезрителей в этот раз мы подготовили обширную программу кинопоказа легендарных комедий и новогодних фильмов до 9 января. «Приключения под Рождество» в серии семейных комедий «Один дома». Все части полюбившегося новогоднего фильма «Ёлки» и, конечно же, легендарный «Голубой гонек» 31 декабря ровно в полночь. Не забудьте, встречаем Новый год вместе. Антон Александров, Данил Заславский, 5 канал. Трогательная история. У 87-летней жительницы Тимиртау целая стая поклонников, пернатых. Преданные птицы сутки напролет готовы ждать у подъезда, пока женщина выйдет к ним и угостит. Эта история длится уже на протяжении 30 лет. Этих птиц тут можно увидеть каждое утро. Ждут они одну единственную, которую узнают из тысячи. 87-летняя Александра Николаева за 30 лет не пропустила ни дня, чтобы не выйти к голубям и не покормить их. Если она не придет, птицы не улетают до самого вечера. Я люблю животных. Особенно птиц. Очень я сама не скушаю, а им куплю чего-нибудь, крупу хлебушка. Но я вчера вышла в небо в шеф, дрались, а кушать хотели. Очень хотели. Я расстроенная пришла домой. Пошла, взяла хлебушка, намочила и принесла. На корм для пернатых женщина тратит половину своей пенсии. Считает, что кормить птиц нельзя остатками со стола. Когда-то к бабушке прилетали 10 птиц, но сейчас сюда прилетают голуби со всего Тимиртау. Встречают с остановки, провожают и летят за ней следом, куда бы ни пошла. Одни горожане считают ее чудачкой, другие очень доброй и приносят корм. Только еду с магазина, мне там жрут, меня бегом-бегом сюда. Вчера ходила туда на третье, за хлебушку. Так они меня в дороге встречают, узнают. Я вот одеваю иногда и пальто. И просят. Я всегда беру. Даже домашнее смотрю. Бегут, сидят на деревьях, и что-то не знаю. Если Александра Николаевна заболеет и не может выйти из дома, говорит, голуби стучат в окно. Голубиная почта помнит адрес. А голуби сами возвращаются? Или зовете? Они слышат. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Владимир Иванюк, 5 канал. Аппарат Акима города Караганды сообщает. 1 января 2017 года в час 00 на набережной Центрального парка культуры и отдыха состоится праздничный новогодний салют и концертная программа. На этом у меня все. 30 декабря смотрите итоговый выпуск. Двадцатка сюжетов, набравших наибольшее количество просмотров на нашей страничке в социальной сети YouTube. Всего вам доброго.